Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Дарья Риди, и мы продолжаем проходить игрушку Кризис. Что ж, не знаю, получится ли у нас или нет, но все же мы попробуем. Так, кстати, торговая площадь есть. А, вот торг ручавцы. За 7 голосов 5. Можно Т-1000 ДК-образов купить. Шквал огня, быстрая серия залпов из главного оружия. Давайте приобретем, раз у меня пока есть деньги. Окей, приобрели 5 танков, посмотрим, что у меня есть. Вот, элита, у меня уже 6 танков. А, заберем награду. Так, новые. Так, на всякий случай, нам необходимо занять прибрежную зону на северо-западе от Аль-Хару, чтобы спектр не смог высадить там свои дополнительные войска. Завершение миссии, на всякий случай, один раз. Так, награда всем из опыта, 100 баксов и троих пулеметчиков. Так, давайте выполним. А, вот, первую кровь я, короче, завершил. А теперь буря и натиск. А, кстати, там превентивная атака от открывающейся по сюжету. Ну, хорошо. Так, давайте пока что приступим к этой миссии. Не знаю, танк нужен нам или нет. Обязательные отряды. Там обязательные отряды у меня есть. Так, ну не знаю, нужен нам танк или нет. Давайте попробуем без танка. Если уже совсем станет тяжко, мы выпустим танк. А пока что так. Так, ну начнем с автоматчиков наших. Они у меня, в принципе, ну, хорошо сражаются. Так, ну, я, короче, у меня здесь что-то подниму. хорошо да мне эта стратегия явно нравится мы уже победим его мы уже заняли этап так вот он пулемет не легкий баланс конечно это 70 опыта 60 баксов и трое пулеметчиков награда награду мы получили так ну в принципе неплохо давайте кого нибудь будем нанимать что ли пригласим друзей может быть кто нибудь вступит в наши ряды будем надеяться на это как-то за деньги неохота нанимать так ладно новое задание так вот она наша самая важная цель али хорош а давайте знаете что я запомню сколько у меня войск короче так сейчас запишу 23 автоматчика и 24 пулеметчика и сейчас посмотрим на исход событий ну и 6 танков вот что будет если я допустим не использую их так окей задание так вот она наша самая важная цель али хорош артиллерийский завод спектра место хорошо храняем и так что есть наружом не стоит завершение миссии так так танковый дивизион подавляет вражескую артиллерию и бренд технику врага предпочитают действовать в связи с пехотиной с пехотой так что приступаем да давайте танковым можно двоих а не одного только можно так ну что ж так раз два три четыре пять значит я этих взял у меня стало 18 и троих пулеметчиков то есть если я их не все использую то у меня получается раз два три четыре пять восемь отрядов в общем и один танк вот если я допустим не использую боевые рунтили они назад или нет интересно давайте продолжим значит у нас осталось 18 и 21 хорошо в бой так тут идет какая-то артиллерия а вот артиллерия так надо туда атаковать и за ним за следующим я думаю поедет танк туда танк поедет я думаю что это будет справится он с артиллерией или нет так вот сюда иначе отправим чтобы они а дальше сейчас тканут так туда атоматик атоматик Танк пошёл вперёд на артиллерию и не сможет разгромить их. Да, надо, конечно, прорывать и убивать их. Всё, там больше никого не придётся искать. Посмотрим, как они сами справятся. То есть, по сути, я сохранил одного автоматчика и пулемётчиков. Сейчас посмотрим на результат. Причём, ну, никого я, то есть, не взял. Из награды у меня нет ни пахотинцев, ни оружейников, никого. Так, вы получили уровень 6, теперь я могу строить жилой дом. Живущие тут жители будут мне помогать. И фабрика. Здесь производятся различные виды войск поддержки. Круто, я думаю, мы сейчас это и сделаем. Посмотрим на своё войско. Так, 19 автоматчиков. Да, как я и говорю, плюс один. Так как мы в бой не выпустили их, они нам плюсом идут. И 23. 23 пулемётчика. Да, мы двоих пулемётчиков не выпустили и одного автоматчика. И поэтому они нам, как бы, назад вернулись к нам. Угу, понятно. То есть, есть смысл не выпускать просто артиллерию. А вот, если я выпустил там, то всё, он теряется у меня. Так, хорошо, понятно. Давайте новое задание. Так, завершить миссию. Прерванная атака. Награда. Да. Вау, мне, короче, тут кассетную бомбу мне дадут. Да, пришествие. Угу. ГЛ-7. ГЛ-7. Крутип. И смогу доступ к производству. У меня будет. Прерванная атака. Что ж, давайте попробуем завершить. Так, разведка сообщает, что на основной базе боевиков находится склад авиации. С авиационными боеприпасами в этом положении также вычислены все готовые для атаки. Так, узко поддержки. Хватит две. Да, я думаю, две хватит. Хотя, можно было бы от три. Я же мог бы и не обязательно всех бы использовал. Окей, в бой. Так, мы, значит, отсюда пойдем. Что ж, давайте занимать вот эту точку. Так, этим мы пойдем. Ну, пока проиграем. Да. Снайпер виноват. Да. Снайпер виноват. Снайпер виноват. Красный хвост. Вот здесь. Тут определено посадили. не сильно мне помог я могу еще выпустить отряды я не заметил как раз есть так ладно это серия завершилось поражением но ничего страшного следующей серии мы постараемся выиграть с вами был дар видите вот такая вот печальная серия обязательно выграем да главное подписывайтесь на мой канал ставьте лайки как-то комментируйте советуйте что мне делать и как и все будет классно в общем все вам с вами был дарите всем удачи всем пока ребят